Добрый день. Хотел бы услышать мнение, ну высказать свое мнение и услышать ваше непосредственно. Вот смотрите, мы проезжаем сейчас территорию бывшего Ленфильма, она сейчас интенсивно застраивается. В принципе, это все находилось в достаточно густонаселенном месте, и речь на самом деле пойдет в данном видео вот о чем. А о том, как вы лишитесь промышленности, и как вы лишитесь нормальной работы рядом с домом. Именно в таком ключе хочу ввести это видео, да, и поговорить об этом, кого тема заинтересует. Ну это Красносельский район, то же самое там улица Тамбасова. И кто знает район, тот знает. Да, так вот смотрите, смысл-то в чем заключается. В том, что вот территорию Ленфильма застроят домами. А здесь были худо-бедно какие-то небольшие предприятия производства. То же самое происходит в Московском районе. То же самое происходит там в Адмиралтейском районе, ну и по многим районам страны. А происходит что? Они берут, сносят предприятия, и они... О, смотрите, белка какая. Они берут, сносят предприятия, и строят там жилые кварталы, да. То есть у вас количество рабочих мест под дома в принципе уменьшается. Для того, чтобы люди зарабатывали, да, то есть они в принципе должны будут тратить достаточно много времени на то, чтобы добираться до работы. Потому что сфера услуг в такой стране, как Россия, ну, мягко говоря, на всех не хватит, да. Можно, конечно, раздуть еще больше полицию, армию и всех остальных бюджетников. Но любой, кто мало-мальски понимает в экономике, да, он вам скажет, что от того, что бюджетники там, да, грубо говоря, платят по доходу и налог или что-то еще, все равно на этом экономика не строится, да, а экономика строится именно на индустрии. А дальше происходить будет вот что. Даже, например, если нам удастся поставить власть, которая будет ориентирована на проблемы страны, да, то есть и займемся индустриализацией, все заводы придется строить, шут знает где, и тут возникает опять новый момент, что людям придется до них добираться. И смотрите, какая получается двойная нагрузка на экономику. То есть, либо люди отсюда должны будут добираться до мест промышленных производств, либо нужно будет город отстраивать в тех местах, собственно, как это и было сделано в том самом многими ненавистном Советском Союзе. Это вот пускай логисты расскажут, насколько грамотно я размышляю об этом, ну, и экономисты выскажут свое мнение, если кого-то интересуют проблемы страны, ну, или пускай опровергнут свое мнение. Да, то есть, а в принципе могли бы пойти по другому пути, могли бы просто все эти производства, да, законодательно и различными вот этими инстанциями многочисленными обязать сделать наукоемкими, безопасными и с высокой добавленной стоимостью. И именно это могло бы вытащить страну, а не рассказы про какие-то там майские указы и про те вещи, про которые рассказывает Навальный. Ну, а что вы думаете? Жду ваших комментариев. Всего хорошего!